Приветствую вас, мои дорогие друзья, снова с вами Евгения, второй сайт magrexpert.org, как обычно. Ну и как обычно мы очередную карту Бадзе с вами сегодня будем анализировать. И это у нас будет карта Анастасии Хабенской. Я думаю, это было предсказуемо, да? Потому что мы с вами посмотрели Анастасию Заворотнюк, посмотрели Жанну Фриске. Но, естественно, логика, я думаю, многим подсказывала, что следующей будет именно Хабенская. Потому что всех этих троих женщин объединяет один и тот же сценарий в судьбе. И этот сценарий состоит в том, что через ЭКО девушки родили ребенка. И после рождения у них был обнаружен рак глиобластома, опухоль мозга. И все они, естественно, умерли. Кто-то раньше, кто-то позже. Но исход был одинаковый. Я также, помимо того, что смотрела карты этих женщин, смотрела также параллельно и карты их мужей, их мужчин. Что этих мужчин всех объединяет? Вы заметили? То, что у них у всех это первый ребенок. Если у Петра Чернышева это была вторая жена, у Хабенского это была первая. А у Шепелева это вообще не жена была. Ну, как бы, да, гражданская. Свадьбы у них, я так понимаю, не было. И все они стали вдовцами после того, как заполучили первенца. Особенно интересно смотреть, как взаимодействуют эти карты Бадзи партнеров. И там очень много интересного оказывается. Ну вот, давайте попытаемся проанализировать теперь карту этой Анастасии. Потом еще за ее мужа возьмемся. Но это будет в следующем видео. И да, прежде чем я приступлю к анализу, давайте сделаю предупредительный выстрел. Последнее китайское предупреждение для тех, кто на канале впервые или новичок. И еще не привык к моей манере изложения информации. Манера у меня своеобразная, она далека от академической. Я могу здесь и шутить, и балагурить, и сыпать какими-то цитатами из бородатых советских фильмов. Да, я уже пожившая женщина, так сказать. Если кого-то это как-то напрягает, расстраивает, раздражает, что-то там неприятно. Не надо мне об этом сообщать. Я просто заблокирую такой комментарий. Просто закройте видео, идите, смотрите то, что вам нравится и приносит удовольствие. А здесь я попрошу остаться именно тех людей, кто заинтересован в знаниях. Кому интересна астрология Бадзи, так же как и мне, кто настоящий энтузиаст. Ну и кому нравится моя манера изложения. В общем, схватили свои стаканчики, давайте смотреть, что тут у нас. Начнем, как всегда, с господина дня. Здесь у нас Янский огонь. Кстати говоря, очень редко попадается женская карта с господином дня Бин. Инских огней. У нас как, извините, собак нерезанных. Что не карта, то инский огонь. Что не карта, то инский огонь. Что не инский огонь, так блондинка с красными губами. А здесь у нас янский огонь и брюнетка. О как! А что вообще из себя представляет этот самый янский огонь? Ну вот если про инский мы говорим о том, что это такие вот тревожные люди, которые очень нуждаются во внимании, заботе, похвале, поддержке и все такое, то бинский огонь сам вас достанет своим вниманием, поддержкой, в кавычках иногда, заботой, с такими же кавычками. В общем, залюбит вас до смерти, как я люблю это называть. Потому что янский огонь – это как солнце, от которого ни спрятаться, ни скрыться. Оно вас везде достанет. На самом деле это люди очень яркие, заметные и очень импульсивные. Помните, когда-то во Франции был такой король Людовик XIV, его называли король солнц. И он говорил, Франция – это я, и любите меня, любите, да, такого, какой я есть. В общем-то, это очень хорошее описание для янского огня. И женщины, я думаю, тоже обладают таким же характером. Если, дескать, вы меня не любите, я заставлю вас себя полюбить, да, навяжу вам. Свою любовь. Даже если вам это не нравится. Неважно. В общем, сам этот иероглиф, если переводить его с китайского на русский, обозначает рукоять меча. Ну, или какого-то другого оружия, не суть важна. Либо хвост рыбы. Еще такой перевод я находила. Сидит вот этот господин дня, янский огонь, здесь на крысе. И сразу мы видим, да, что крыса здесь в пустоте. А что у нас в этом дворце находится? Правильно. Здоровье, тело, дом, семья, брак. И, соответственно, все, что я только что перечислила, в пустоте у этой женщины. Перевод у самого иероглифа «крыса» какой? Ребенок. Сын. Дитя. Что у нас с ребенком, с детем в пустоте? Вот смотрите. Когда мы с вами смотрели карту Бадзи за воротнюк, там история какая была? Превышение лимита на рождение детей. Когда мы с вами смотрели историю Фриске, там что было? То же самое. Превышение лимита на рождение детей. То есть там вообще детей не должно было быть. Там должна была разгульная, богатая, красивая жизнь, где девчонка бы отрывалась на полную катушку, меняя любовников как перчатки, причем самых богатых и влиятельных. А она что сделала? Правильно, полезла в традиционные ценности. Семья, муж, дети. Отклонилась от своего сценария, и благородные люди что? Правильно, киргуду, бомбарбия. Осуществили казнь. То есть наказали за такое, с их точки зрения, неправильное поведение женщины. А что с Хабенской? Она превысила свой вот этот вот лимит на рождение детей. Это был единственный ее ребенок. Сразу теоретики посмотрят на эту карту и скажут, ну как же, ну все ж нормально, все ж хорошо, и ресурса у нее много. И ранение чиновника, то есть самовыражение есть. И огонь есть, и вода есть, по идее, в карте. Но вода-то в пустоте. Стало быть, что? Что? Правильно. Проблемы есть с зачатием и рождением ребенка. И тут еще нужно знать перевод именно иероглифов. У меня многие в комментариях спрашивают, откуда я вот беру такие значения этих иероглифов. Возьмите какой-нибудь Джон Гару, например, хороший переводчик. С китайского на русский. Вставьте эти иероглифы и посмотрите, что они обозначают. Я же не из головы выдумываю эти значения. Естественно, я это сделала и прифигела немножечко, стала учитывать эти трактовки. А оно работает, оказывается. Так вот, если бы наши теоретики знали бы элементарный перевод иероглифов на русский, они бы тоже сразу поняли, что с детьми здесь явная проблема. Детей у этой женщины быть не должно. Не должно быть у нее в доме детей. Ее здоровье на это не рассчитано. Да, ресурс у нее есть, но для других целей. Да, самое выражение есть, но для других целей. Не для детей. А она что делает? Эко. Ну и что благородные люди с ней за это сделают? Бам-бар-би-якер-гуду. Да, чик по горлу и колодец. Что вы что-то мне говорите. Так. Вообще вот это сочетание янский огонь на крысе тоже считается очень красивым столпом. У бадзеистов, ну вот с точки зрения природного описания, да, вот они же любят пейзажи рисовать, и эти пейзажи работают. Кстати говоря, мы с вами неоднократно видели это на практике. Так вот, что такое янский огонь на крысе? Это солнце, которое отражается и играет своими лучами в волнах моря. Красивая же картина, бесподобная. И обычно это люди, действительно, обладающие внешней красотой. Ну, из всех, кого я помню, обладателей такого столпа, ну, в основном это мужчины, потому что я же говорила вначале, что редко попадаются женщины с янским огнём. Мне лично, да? Это не значит, что их мало в природе. Просто мне редко попадаются. В основном мужчины янский огонь мне попадаются. Так вот, янский огонь на крысе, я помню, есть в карте у Димы Билана. Красивый мужчина, красивый. Не буду спорить с этим утверждением, ну, по крайней мере, на мой вкус. Были ещё какие-то карты с этим столпом дня рождения? Ну, сейчас вот боюсь перепутать, поэтому промолчу. Если вы знаете кого-то, напишите в комментариях. Так, что мы с вами можем ещё про вот эту пустоту обсудить? Как она обычно работает? Несколькими способами может срабатывать. Первый способ – это то, что со здоровьем не всё в порядке у человека. Здоровье слабенькое, тем более фазы здесь низкие зачатия. И зачатием ребёнка, который в пустоте, женщина ещё больше подрывает себе здоровье. Понятно, да? Но пустота ещё может работать как то, что человеку очень сложно найти отношения, завязать эти отношения, довести эти отношения до брачного союза, удержать этот брачный союз. Тем более у неё здесь рядышком ещё и крыса. Ой, кролик, прошу прощения. Смотрю на это сочетание и уже начинаю путать слова. А это уже на… Это же у нас… Прошу прощения, что такое? Что такое с моим языком сегодня? Значит, крыса и кролик – это же у нас наказание, не любовью, это не цивилизованный разрыв. По идее, эта женщина не должна была родить ребёнка и с большим конфликтом очень некрасиво развестись со своим мужем. Это было её предназначение, если что. Потому что удержать брак, семью, тем более с помощью ребёнка, это против её предназначения. Вот попёрла – нету, да. Вот начала, извините, против ветра. Сами знаете, что делать. Я бы даже сказала, против урагана. Так, ещё как пустота может срабатывать? Да. Как чёрная вдова, у которой мужья могут дохнуть, как мухи. Или же мы ещё неоднократно с вами наблюдали наоборот картиночку. Что сама женщина может умереть, вступив в брак. Ну, что, собственно говоря, с ней и приключилось. Но давайте смотреть дальше. Про зачатие, я думаю, понятно. Погнали на звёзды смотреть. А здесь у нас сразу же благородный человек. То есть к этой женщине уже изначально от рождения представлен этот самый ангел-хранитель. Который, да, где-то в чём-то ей там помогает, помогает продвинуться там по каким-то вопросам. И даже замуж помогает выйти. Но за всё остальное может наказать. Всё фиксирует. Все плюсы, все минусы, все факапы, все прегрешения. И когда придёт час Х, будет выносить вердикт. А седьмой убийца будет исполнять этот самый вердикт. То есть приводить его в исполнение. Дальше мы видим звезду счастья. Ну, могла бы быть счастлива немножечко, да, в браке. Получатель. Фортовая девушка. Небесный управитель удачи. Вот начинается. Благородный человек, небесный управитель удачи. То есть там связочка такая, знаете, напрямую с небесной канцелярией. И за ней оттуда наблюдают, наблюдают. Летящий ночь. Ну вот. Летящий нож, конечно, тоже очень неблагоприятен для личной жизни. Очень неблагоприятен для брака. И чаще всего, конечно, заканчивается просто разводом. Но может работать и как то, что человек, ну там, через конфликты какие-то проходит, через какие-то удары, психологические травмы. Но эти травмы могут быть не только психологические, но и физические. И всевозможные оперативные вмешательства здесь тоже могут иметь место. Летящий нож, точно так же, как и овечий нож, и кровавый клинок. Неплохие звезды для профессии актрисы. Но она там в каких-то фильмах вроде как снималась. Сначала она была журналисткой, но когда вышла замуж за Хабенского, а он же у нас там кто? Актер, режиссер. Ну и, собственно говоря, тоже сама стала в этом деле принимать участие. Небесный персик. Ну, девушка привлекательная, цветок романтики, обаятельная. То есть, ну, с этим делом все у нее как бы хорошо. Красный Луань. Красный Луань, конечно же, обещал ей свадьбу. Да. Выйти замуж она могла, имея эту звезду. Устал петь дня рождения. Вопрос в том, а надо ли было ей это делать? Ответ очевидный. Не надо было. Потому что пустота. Пустота. Добродетель, удача и благородное счастье. Это, конечно, замечательно. Дает какую-то возможность для везения и фарта. Ну, не особо. И ошибка, и ньян. То есть, эта женщина должна была расстаться со своим мужем, а не насиловать природу и дергать бога за бороду. Этим самым эко. Ну, вот так вот. Вот так вот оно бывает. Давайте смотреть столб месяца. Здесь у нас стоит ранение чиновника. Ранение чиновника – это у нас что? Ну, прежде всего, это бунтарский дух. То есть, это своенравность характера. Все идут налево, я пойду направо. Все говорят «нет», я скажу «да». Все говорят «черное», я скажу «белое». И вообще, назло, кондуктору пешком пойду. Также это вот оппозиционные какие-то взгляды, революционные идеи. Ой, кажется, у нас свет появился. Отлично. Если кто не знает, я живу в Украине, у нас тут летают ракеты, шахеды, что-то там взрывается, ПВО работает, Света периодически у нас нет. В общем, веселуха. Наслаждаемся. Вернемся к ранению чиновника. Еще это ранение чиновника – это просто самовыражение. Вот когда человек хочет как-то выразить себя в творчестве, в какой-то деятельности, особенно в профессии, вот человека как бы прет. А тем более огонь – бин. Огню – бин. Обязательно нужно самовыражение. Иначе он там сам вскипит. Периодически выпускать пар этому самому огню бин на крысь. Но ранение чиновника – это еще что может быть? Вынос мозга мужу? То есть эта женщина должна была пилить мужа всячески, категорически. Сначала бензопилой «Дружба», потом электропилой, циркулярной пилой, а потом наждачкой сверху проходиться. И из вертолета выпилить трактор. Вот ее задачка была. Но ранение чиновника может еще работать как то, что женщина-охотница. Ну, то есть не сама ждет, пока ее выберут, а сама выбирает. Вот нашла какого-то себе перспективного мужчинчика. А вы заметили, да, заметили, что то же самое и у Анастасии Заворотнюк? Иди сюда, мой сладкий сахар, мама будет тебя любить. То есть эта женщина сама завоевывает мужчин. Плюс это дети, конечно же. Самовыражение – это вот дети и детище. У этой женщины должны были быть детища, но не дети. То есть она родилась для другого. У нее другая задача. Я вот еще, знаете, какую тему с вами хотела обсудить? Что вот даже муравьи, у которых нет мозга, представляете, у них только нервный узинг какой-то там. И те понимают, что не все должны размножаться. Ты вот строитель, ты охранник, ты добычек. А вот там есть трутень. Ну или как там это у муравьев называется. Ну у пчел та же самая система, например, да? И только эти размножаются. А все остальные работают, работают. Другая задача, другое предназначение. Вот так и здесь женщина для какого-то другого предназначения родилась, а полезла не туда. Захотелось, чтобы как все, они все должны размножаться, понимаете, в чем задумка вот этого создателя, который это все дело, значит, замутил, запрограммировал, и мы тут под его дудку пляжем. Ну вот так вот оно оказывается устроено. Не все должны рожать. Некоторые люди должны какие-то открытия делать. Вот здесь у нас ранение чиновника, человек должен был быть инноватором, привнести в этот мир что-то новое, революционное, оригинальное. Ну, например, там в какой-то своей профессии, да, вот в какой-то своей творческой деятельности. А женщину понесло опять же в традиционные ценности семья, дети, когда замуж, когда ребенок, вот это вся наша женская фигня в голове. Ну, ладно. Давайте дальше смотреть, что у нас ранение чиновника в виде инской земли. А инская земля что нам дает? Обычно это люди добрые, хлебосольные, гостеприимные, то, что вот в народе называют соль земли, да. Плюс это люди очень самостоятельные, самодостаточные персонажи и очень такие пунктуальные, у которых все по пунктикам, по полочкам, по рецепту. Четенько, тютелька в тютельку, как в аптеке. Так, иди, это еще у нас что? Плодородная земля. И это мать земля. Конечно же, этой женщине очень хотелось размножаться. Это вот, видите, какой парадокс в судьбе, да, вот судьба злодейка, как она над людьми иногда издевается, я вообще вот смотрю, думаю, вот это да, вот это замес. интереснейший. То есть, судьба, говорит, детей нет, не вздумай, но ты будешь их очень хотеть, да, но бойся своих желаний, потому что до Цугундера тебя они довести могут. Вот так вот, в принципе, это можно все проинтерпретировать, понимаете? Значит, так, сидит вот эта иньская земля здесь на кролике. Кролик, это у нас гнездышко, семейное гнездышко, очень хочется гнездоваться, очень хочется замуж, очень хочется семью, очень хочется детишек. И при этом у нас что? Ранение чиновника. Ну, поймаем мужика, затянем его в ЗАГС обязательно, что все как у людей, и будем активно делать джага-джага, чтобы протить ребенка. Но сколько джага-джага не делай, а ребенка нет, а ребенка нет. И вместо того, чтобы вынести мужу мозг, плюнуть ему между глаз и развестись, она делает что? ЭКО. Да. Потому что ей нужно было развестись с мужем из-за кролика и крыс. Потому что это у нас болезненный, нецивилизованный разрыв отношений, развод. Так, а что у нас по фазам здесь? Купание, болезнь, то есть ранение чиновника, рождение ребенка, другими словами здесь, и вот эта вся история, которую я рассказывала про это дело, может привести к болезни и создание семьи, вступление в брак, может привести к болезни. Смотрим на звезды, благородные тайцы, ну, такое себе, для финансов неплохая звезда, дает интуицию, чуйку, где деньги лежат и не только. И когда вот этих благородных тайцы много, а у нее много, я смотрю, но к ним должны еще присоединяться боги отступления, и тоже не один, а несколько, но я вижу только одного. Вот чуйка ей подсказывала, что не надо оно тебе, не выходи ты за него замуж, но все равно пошло. А интуиция работала. Так, ну ладно. Дальше мы видим вообще классику жанра, да? Вознаграждение десяти небесных стволов. И все такие теоретики. Ой, да это же про богатство, это же звезда процветания. Да, конечно. Не, ну, конечно, так, да. Потому что вознаграждение может и награды выдавать, и наказание. Оказание в то же время. Особенно с благородным человеком, это судилище. Судилище. А эта женщина все время должна быть в напряжении, потому что там все это встроено в ее карту, ее каждый день судят. Каждый день над ней судилище благородное устраивает. И решает так, ну что, уже пора списывать в утиль, или еще пускай поживет, помучается. Может, одумается наконец. Может, таки разведется со своим мужем. Но нет. Вот так оно все оказывается. Значит, демон красной красоты. Здесь хорошо для профессии актрисы или журналиста, там, где надо много врать и прикидываться. Но плохо для личной жизни. Не за того замуж пошла. И вообще, в принципе, замуж пошла, а не надо было. А демон красной красоты может вытворять вот такие финты ушами. небесный персик. Ну, у нее уже есть небесный персик. Она тут вся на персиках этих сидит. Привлекательная должна была быть женщина. Красивая все. Но красота ее губительна. Да, потому что на низких фазах это дело. Купание. Ну, тоже сексуальная такая звездочка. Привлекательность дает, сексапильность, интим, джага-джага, все дела. Также здесь у нас звезда генерала, то есть инфлюенсер. Ну, что хорошо, да, для журналистки, блогера, допустим. Ну, она слишком рано умерла, она не стала блогером, не успела. Вот. Собственно говоря, для актрисы тоже неплохо иметь эту звезду генерала. Плюс такая немножко командирша, особенно вот на работе, да, ранение чиновника может, знаете, мужчина ей говорят, делай вот так, а она, нет, я сделаю по-своему, идите нафиг, мне лучше знать. И делает все наперекор мужчинам и сама пытается над ними брать верх над мужчинами. Тем более, у нее ошибка иньян в карте есть, да, у нее могли быть серьезные конфликты с противоположным полом. Так, дальше мы видим шапут и оков, ну, это звезда, которая может очень легко человека в капкан какой-нибудь затянуть, в какую-то такую ситуацию, с которой сложно потом самостоятельно выбраться. Шапут и оков это как ограничение свободы, а ограничение свободы может быть разными способами. Я в каких-то видео уже перечисляла, их дофига и больше, этих способов ограничения свободы. И тюрьма не единственный. Брак, например, тоже, рождение ребенка туда же, болезнь однозначно да, какие-то контракты, договоры рабочие тоже да, какие-то отношения в принципе тоже могут быть ограничением свободы. Даже отшельничество тоже ограничение свободы. В общем, такая звездочка неприятная достаточно. Красный Луань. Ну, это тоже про торжества, про свадьбы. Может быть, много каких-то праздников, застольев было в ее жизни. Я думаю, актеров, да, это естественное явление. Я, когда узнала, как бухали там всякие Абдуловы и прочие там боярские и же с ними, когда снимали какие-то фильмы, ну, советское время, да, в советские времена все бухали, как я не знаю, кто, и застолья там вот из застольев не вылазили. Поэтому тут тоже как бы такая же история для актеров, актрис. Красные Луани могут просто вот эти всякие праздники-праздники, застолья-застолья обозначать. серп. А вот это какие-то острые слова, с помощью которых можно даже жизни лишить человека. Как проклятие какое-то может работать и так далее. Либо вот какая-то клевета на человека или еще что-то. Вот слухи. Ну, для ее профессии, кстати говоря, если она журналист, серп – это классная звездочка. Вот все, что связано с серпом. Пять Духов, потом Демон Красной Красоты, Читальный Зал, Словесный Павильон, Учебный Зал, Звезда Академика. Вот это все для журналиста джекпот. Это вот такой набор, который дает просто великолепного журналиста. Ну, здесь пока что мы видим этот серп. Шесть Зол. Ну, серп, кстати говоря, еще может обозначать оперативные вмешательства. Шесть Зол. Тоже такая довольно травмоопасная звезда. Бог Экспансии. Ну, Бог Экспансии – это про жадность в основном, да, вот когда хочется вот прям распространять себя везде, из всех утюгов, чтобы обо мне все знали и чтобы быть самой-самой-самой известной и популярной и богатой желательно. Девять Чоу. Ну, Девять Чоу говорит обычно о каких-то соблазнах и искушениях, перед которыми человеку очень сложно устоять. Ну, что ж, вот такой вот наборчик у нее в столпе месяца, а столп месяца он очень многофункциональный у нас товарищ, и может отвечать как за родительскую семью, то есть показывать происхождение этой женщины, и что там у нее в семье с детства, да, происходило, какое воспитание ей было дано. непослушным, скорее всего, она была ребеночком, хотя у нее на первом месте прямая печать. Ну, в общем, да, в целом послушная, хорошая девочка, но иногда могла сбрыкнуть и побыть немножечко чертовкой. Вот, но еще этот столб у нас отвечает за сестер братьев, тут я не знаю, не смотрела, были ли у нее сестры-братья, дальше столб месяца может за коллег по работе отвечать, за начальство по работе, за супругов может тоже отвечать, и, конечно же, это столб карьеры и профессии, профессиональной деятельности. Теперь смотрим столб года, это репутация, статус и дальние предки, да, здесь мы видим прямую печать, прямая печать у нее стоит на первом месте, это вот такая правильная женщина, прямая печать это вот люди, у которых все должно быть по букве закона, вот как написано по рецепту, четко, дозировки, громовки, все, 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 не дай бог где-то что-то положить на глаз, вы чего? Это все, это катастрофа, прямая печать слишком правильная, это ну слишком правильные люди, как правило. Кроме того, прямая печать это мама, вот когда мама на первом месте, мама главный человек в жизни, также прямая печать это вот традиционные знания, образование, образование очень важно. Раз уж мы заговорили про маму, то тут может быть вот материнство, свое собственное материнство на первом месте, ребенок, ребенок, вот у нее материнство и дети на первом и на втором месте стоят, а дети в пустоте во дворце брака и дома и здоровья. Вот такая вот она судьба, понимаете, вот прям издевается над человеком, что ты будешь делать. Так, ну, про прямую печать в целом, я думаю, вы поняли. А она у нее в виде инского дерева, который обозначает веревки, связи, какие-то отношения. Плюс самый иероглиф имеет перевод ласточка и сидит опять же на кролике на гнезде. Ласточкино гнездо я называю этот столб, инское дерево на кролике. То есть это опять же гнездоваться, гнездоваться, гнездоваться. Ну вот женщина на вот этом деле все должно быть как у всех, все должно быть по правилам. Нельзя просто так вот завести себе любовника и встречаться с ним, и чтобы он помогал продвигаться по карьерной лестнице. Это как-то вот не по-людски, не по-божьи. Надо замуж обязательно выйти, свадебку сыграть. Все как у людей, все как должно быть в рамках традиционных ценностей. Это вот прямая печать, она такая. Ребенка обязательно надо родить, что все как у людей, все как у всех. Да, обязательно. И вот гнездоваться, гнездоваться, гнездоваться. Так, давайте смотреть фазы купания и службы. Ну, у господина дня везде низкие фазы, то есть господин дня слабенький, несмотря на то, что у него много ресурсов. Но сам господин слабенький. Вот. Все остальные фазы тоже так вот, зачатие болезни, а там только у прямой печати самая такая прям крутая фаза службы. То есть довольно высокая фаза, это довольно очень сильная прямая печать, такая укорененная у нее. Что мы с вами видим? Два кролика против одной крысы? Печалька. Ну и по звездам в принципе все то же самое, что мы видели в соседнем столпе. Тот же самый благородный тайцы, вознаграждение еще одно. Вот это вот благородный с вознаграждениями. Ой, жим-жим-жим-жим. Так, еще один демон красной красоты, небесный персик в купании, шапут и оков, красный луан, серп, шесть зол и восемь чуани вместо девяти чу. Ну, такая развратная немножечко звездочка. Вот видите, с точки зрения судьбы, с точки зрения судьбы, да, женщина должна была быть ну, просто профессионалом, придерживаться законодательства, то есть не нарушать законы, иметь высшее образование желательно, быть маминой дотсей и что, собственно говоря, ну, вот может быть что-то революционное вносить в свою профессию, быть инноватором каким-то, да, вот что-то там первооткрывателем и в принципе вести довольно такой вот образ жизни не связанный с официальным браком, замужеством, детьми, семейными ценностями, ну, так погуливать, погуливать, я бы так это назвала, хотя, конечно, у нее и мужчины в пустоте, да, потому что вода для нее это власть, власть это мужья и любовники, а они в пустоту здесь упали, во дворце брака, иди вообще вообще в принципе ни о мужиках, ни о детях думать не надо было, у нее другие задачи стояли, ну, вот так, да, она должна была пройти через какое-то болезненное расставание, может быть, даже не один раз, пару разочков обжечься должна была, да, но из-за того, что судьба навязала ей вот эти вот прям навязчивые желания выйти замуж, гнездоваться, рожать детей, плюс навязала общество, потому что, ну, наше общество, оно, да, оно навязывает эту идею всем, особенно вот кто из постсовка, те еще помнят, да, вот это давление жуткое, ты там не вышла замуж до какого-то возраста, все, старое дело, если у тебя детей нет, вот что-то с тобой не так, вот, естественно, вот, судьба создала такие условия для того, чтобы женщина могла их нарушить, ну, в смысле, свою программу нарушить, чтобы у нее был такой соблазн, перед которым она не могла устоять, и она попала в эту ловушку, и эта ловушка схлопнулась, вот так вот, давайте посмотрим такт удачи, в котором она вышла замуж, что там, седьмой убийца, слушайте, я когда это вижу, я уже начинаю нервно, не то, что хихикать, а ржать, как лошадь, в голосину, просто бу-га-га, ху-ху-ху, опять, девки, ну, серьезно, ну, не выходите вы замуж, когда у вас такт седьмого, убийцы, ну, имейте себе любовника, радуйтесь жизни, нафига вы в замуж лезете, еще ничего хорошего из этого не выйдет, седьмой убийца, ну, хорошо, да, это любовник, может быть, классный у кого-то, да, у кого-то, может быть, и не очень, но в целом, это опасный период для жизни, опасный, частенечко, многие люди такт удачи с седьмым убийцей, в принципе, пережить не способны, перейти через вот этот рубеж, встретив этого седьмого убийцу, ну, не каждый макет, не у всех получается, ну, да, конечно, для женщин, я говорила, что седьмой убийца может давать любовника и может давать рождение ребенка, для мужчины тоже, в принципе, функцию любовника и рождение ребенка седьмой убийца может обозначать, вот таким образом, если человек разыгрывает вот эту пришедшую к нему энергию, да, вот этот сценарий, ну, может быть, как-то все оно помягче пройдет, и хамиль-хамиль проскочит между каплями дождя и пойдет жить дальше, в противном же случае могут быть несовместимые с жизнью ситуации, так, а у нас здесь вот пришел седьмой убийца в виде янского элемента воды, такой, ну, любовник, классный, судя по всему, ну, в плане его социального положения, я не имею в виду его сейчас какие-то там, да, способности в теме джага-джага, так, значит, сидит этот янский элемент воды, король наш, на лошади, принц, на лошади, да, на коне, ну, можно и так, в принципе, сказать, этот самый Хабенский, ну, не последний человек, не этот, не бомж с помойки, ну, крутой дядька на то время был, да, известный актер, может, и режиссер, там, я не знаю, я не в курсе, я не поклонница его таланта, ну, вот, встретила она такого коня себе, ну, в смысле, кентавра, ну, в смысле принца на коне, и радуйся жизни, джага-джага, все дела, тем более, да, лошадь с крысой, тыдых, тыдых, все уж понятно, замуж, нафига, идти, ну, ладно, вообще, лошадь, это у нас еще и конфликт, ко всему прочему, да, это иероглиф, который обозначает конфликт, что по фазам, светильник для господина дня, ух ты, заметная какая женщина для седьмого убийцы, очень заметная, то есть, он пройти мимо не шмок, вот не шмок, и фаза зачатия, ну, тут как бы да, зачем нам джага-джага, чтобы зачать ребенка от седьмого убийцы, это как его план, надежный, как швейцарские часы, блин, ой, по-другому и не скажешь, смотрим звезды, благородной кухни, благородной, которая просто про гурманство говорит, или там про какую-то пищевую промышленность, ну, в общем, нам погоды особо не делать, читальный зал, ну, для ее профессии хорошо, овечий нож, для ее профессии хорошо, но, что у нас, что, седьмой убийца с овечьим ножом, а мы замуж выходим на таком такте, ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот не смешно ни разу, потому что закончится, это плачевно, ой, кого-то зарежут, понимаете, ха-ха-ха-ха, но это в худшем, конечно, случае, в большинстве случаев, это просто развод, кровавый клинок еще в придачу, ой, да тут без вариантов, ребята, шапут и оков, ну, шапут и оков тут понятно, конечно, это потеря свободы, замуж пошли за седьмого убийцу, небесная радость, ну, какая-то радость, конечно, могла быть, но что у нас дальше, похоронные двери, прикиньте, седьмой убийца, с овечьим ножом, кровавым клинком, шапут и оков, не выкруйтесь, попалась детка в капкан, похоронные двери, разрушитель, ну, разрушитель здоровья, брака, ну, понятно, да, звезда бедствий, несчастный случай, просто бедствие, катастрофа, тем более, да, у нас лошадь и крыса, это катастрофа, огонь, вода, короткое замыкание, вы поняли, учебный зал, ну, я вам говорила, читальный зал, учебный зал, серп, и все остальное, это все для журналистки, актрисы, вот то, что доктор прописал, девятка, что еще одна, и замковый столб, друзья мои, как интересно, замковый столб, ну, замковый столб, это попадание, в ловушку, в капкан, под замок, ну, замуж пошла, да, плюс у нас здесь столб, гермафродит, то есть от этого седьмого убийцы, у нее, конечно, должен был отпочковаться, ребенок, дяна тигре здесь сидит, в этом замке, кстати говоря, ой, у Жанны Фриске, по-моему, да, тоже была такая история, янская вода на лошади, я вам говорила, что это у нас, у утопленец, очень часто встречается, этот замковый столб, и говорила о том, что, а какая же тут история с утоплением, если она умерла от рака, отек, девочки, мальчики, отек головного мозга, потому что, ну, вы поняли, да, утопление может быть не внешнее, утопление может быть внутреннее, так, у нас здесь дзя, голова, голова, и тигр, тигр, я вот просто смотрю, с кем этот тигр здесь может взаимодействовать, ну, дзя и тигр, мы с вами в курсе, да, это вот какой-то большой начальник, вельможа-чиновник, большой человек, то есть ее любовник, непростой мальчик, мы видим, это какой-то вот прям принц на коне, и большой начальник, я не в курсе, кем он тогда был, там, режиссером, актером, но был популярен в те времена, да, он, по-моему, был в прайм тайме своем, лучшие времена его жизни, ну, так вот, тигр здесь, по-моему, только с кроликами дерево усиливает, да, а дерево, это для нее прямая печать, ну, или косая печать, потому что тигр, это янское дерево, и дзя, это янское дерево, это косая печать для нее, для ее господина дня, то есть этот седьмой убийца, да, конечно, приносит ей этого ребенка, которого она не сможет воспитывать, и он его воспитывать не станет, косая печать, и он, по-моему, да, ребенок у тещи на воспитании был, если я ничего не путаю. Так, давайте смотреть, что у нас тут дальше идет. в месяце, месяц был, а не, простите, год, год я пропустила, давайте посмотрим год, это был 2000 год, январь, поэтому я смотрю на 99, и здесь ранение чиновника, ну, сама захомутала парня, конечно, увидела такого классного мужика, и думает, надо хватать и бежать, да, как поет Зиверт, хватай, не, бери и беги, бери и беги, да, такая вот, держи, хватай-ка, иди сюда, мой сладкий сахар, мама будет тебя любить, вот, на кролике это все дело, и мы видим с вами дубликат, я очень часто вижу дубликаты во время свадеб, дубликаты, это тоже про рождение детей, конечно же, да, но не всегда, иногда это довольно опасная штука, дальше мы смотрим, три кролика против одной крысы, мама дорога, смотрим с вами купание и болезнь фазы, ну, все ясно, да, no comments, и звездочки здесь все те же самые, что и в столпе месяца рождения, не буду повторяться, январь, грабитель богатства, ну, обычно, знаете, вот, когда встречается грабитель богатства в дате свадьбы, это может обозначать, что вот я забираю этого мужика, пока у меня его из-под носа не увели, надо срочно его хватать, хомутать, срочно, срочно в ЗАГС, и вот немедленно ребенка рожать, чтобы никуда не делся, такой классный мужик попался, в какой-то веке, вот, и не дай бог там какая-то другая баба вертится, я прошу вас прощения за такие выражения, ну, я думаю, вы понимаете, что так просто легче выражать свою мысль, чем вот, другая женщина там где-то, как-то, ну, в общем, конкуренция, женская конкуренция здесь могла иметь место, и вот с помощью брака убирается эта самая женская конкуренция, а он-то с другой, скорее всего, да, у него там джага-джага, может быть, любовь была с какой-то еще дамочкой, потому что у нас-то иньский огонь с янской водой сливаются, правда, вот эта комбинация может просто указывать на то, что между ними была вот какая-то связь, любовь там, все дела, вот, а там у нас еще вот этот спрятанный в замковом столпе дзя сливается с ранением чиновника в землю, то есть ранение чиновника усиливается, вот это все про интим-интимы, джага-джага, и вот тоже седьмой убийца с грабителем богатства, да, и ревность какая-то здесь еще ко всему прочему, так, ну, плюс грабитель богатства, это собственное желание немножко ограбить мужчинчика, его ресурсики, пощипать маленько, ну, там подарочки всякие разные, ну, и вообще в его карман лапку свою мягкую запустить, почему нет, когда да, вот, но, правда, грабитель богатства может еще отнимать, у самой обладательницы карты, причем не только имущество и деньги, но еще и жизнь, так, и мы здесь еще видим быка, да, на быке пришел этот грабитель богатства, бык для ее профессии хорош, потому что перевод имеет урод, или человек, который гримасничает, корчит рожицы, актер, другими словами, вот, комик, комедийный жанр, но не всегда это комедия, просто человек, который занимается актерской деятельностью, это бык, на китайском языке, вот, и, соответственно, что у нас тут этот бык, с кем он взаимодействует, ну, с крысой они там, да, тоже сливаются, тут любовь была, да, любовь была, не просто расчет, что ой, классный мужик, за счет его можно хорошо продвинуться по карьерной лестнице, чтобы обо мне из всех утюгов, из всех телевизоров знали, вот, здесь и любовь была, безусловно, не только какие-то, да, вот меркантильные мысли, так, и что еще, этот бык с кем, чего, как, ну, вроде бы, таких вот активных взаимодействий я не наблюдаю, поэтому погнали дальше, ну, с тигром, тайное слияние, да, тигр, который в замковом столбе, с ним тоже там, джага-джага, в общем, любовь-любовь, тут прям, да, смотрим на фазы, эмбрион, могила, а с зачатием детей, вынашиванием, что-то как-то проблемка, причем серьезно, обломаются желание этой женщины сразу же забеременеть и захомутать, привязать к себе мужчинчика с помощью детяти, обломается эта идея, так, ну, давайте смотреть на звездочки благородной госпечати, они, да, из всех утюгов, хранилище с могилой, так, а пустота здесь есть? Да, конечно, пустота в январе была, вот, пустота с могилой и хранилищем, в дате свадьбы, ну, вы поняли, к чему бы это, да, и седьмой убийца с овечьим ножом, кровавым клинком, похоронами дверями, разрушителем и звездой бедствия, и все это с замковым столпом, вот это попадалова, вот это вот схлопнулась ловушка, мышеловка, я бы даже так сказала, дальше мы видим там приют-одиночество, девушку явно не примут в семье избранника, как-то даже выйдя за него замуж, она себя счастливо не почувствует, как-то вот что-то одиноко ей, повешенный тоже, как бы не самая лучшая звездочка, небесная собака, ну, это вот пойду на риск, а рискну все-таки, а вот возьму и выйду замуж, а там, глядишь, как-то оно стерпится, слюбится, ну, в том смысле, что все будет хорошо, да, вот всегда расчет такой, это у других не получается, а у меня-то все будет класс, а небесная собака указывает на то, что человек вот рискнул и не угадал, так, бог отступления, это, конечно, была возможность ей передумать и отступить, но куда же, да, интуиция подсказывала, не надо, не надо, но установки, правильная печать, взяли на дни вверх, к сожалению, и ошибка иньян, взаимопонимания с мужчинами и с партнером по браку не будет большого, несмотря на всю их большую светлую любовь, да, вот такая вот историка у нас по дате свадьбы, теперь давайте глянем дату рождения ребенка, так, здесь уже такт удачи сменился на правильную власть в 2007 году, а у нас, по-моему, Жанна Фриске тоже, да, родила именно в такте удачи правильной власти, но правильная власть, вы видите, не только обозначает мужа, вот ей нужно было в этом такте удачи, если что, замуж выходить, может быть, дольше прожила бы в такте седьмого убийцы, так вот, правильная власть не только мужа может обозначать, но и ребенка, в женской карте точно так же, как и в мужской, в отличие от того, что нам рассказывают теоретики, они разграничивают и говорят, что для женщины ребенок это самое выражение, для мужчины власть, это не так, мои дорогие, вовсе не так, и для женщин, и для мужчин, детей обозначают ресурс, самовыражение и власть, вот правильная власть для нее, да, могла быть не только мужем, но и рождением ребенка, но, что мы видим в этой правильной власти, ну, я тут молчу про то, что ею могли заниматься власти, ну, разные вариации того, как может развиваться сценарий жизни при одних и тех же иероглифах, поэтому очень сложно иногда строить прогнозы, то есть мы их можем устроить в каких-то общих чертах и вот предполагать несколько вариантов, а вот какой из этих вариантов реально реализуется, может зависеть и от самого обладателя карты, и от других обстоятельств, так, что у нас здесь в виде этой правильной власти, инская вода, инская вода, женщина с раздвинутыми ногами, исходящие воды из этого междуножия, то есть народы, да, может указывать, но на козе это все дело, коза, конечно, очень хороша для ее профессии, это актриса, да, потому что у нас козочка всегда очень артистично, при этом так немножечко капризулька и козочка дает хороший вкус человеку, но для инской воды коза это могила, и это указание на то, что у женщины могут отказать почки при родах, но у нее, я не знаю насчет почек, отказывали, не отказывали, или может быть как-то вот почки стали хуже работать после того, как она родила, не в курсе всех вот этих событий, но карта нам на это намекает, а почки, я уже вам где-то рассказывала в каком-то видео, это аккумулятор, который от рождения определенную емкость имеет определенный вот туда столько-то миллиампер в час, каждый день человек, питаясь и впадая в сон, заряжает этот самый аккумулятор, но если вот этот аккумулятор полностью разрядился, сел, вышел из строя, все, человеку, тренда, потому что, ну а как он будет без аккумулятора жить, у нас же нет прямого подключения к источнику энергии, мы только на аккумуляторах можем с вами работать, ну и вот, у нее аккумуляторы эти сели, и подзарядить их уже невозможно, потому что если почки сели, поздно пить боржоми, вы в курсе, да, в общем, фазы здесь пенсия-могила, и по звездам у нас здесь благородный правил, золотая карета, золотая карета, конечно, классная штука в плане богатства, там переездов в лучшее место для жизни, тоже такой вот прям рок-изобилие эта золотая карета может обозначать хорошую, красивую жизнь, да, а я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, но еще эта золотая карета может обозначать карету скорой помощи или катафалк, в данном случае то и другое, вечерняя заря очень опасная звезда для жизни, потому что это все закат, солнце закатилось и за горизонт его больше нет. Дальше небесное счастье, цветущий балдахин, ну вот женщине надо было побыть одной, пожить ради себя, ну вот так вот, да, а не то, чем она решила заняться, семья, дети, карьера, кровавый клинок, ну тут понятно, кровавый клинок, операции какие-то могли быть, ну или там какие-то болезненные расставания, конфликты и тому подобные вещи, дух дракона, высокий статус в обществе дает, пять духов, ну хорошая звезда для ее профессии, плохая в принципе для жизни, бойня, конфликты тоже может обозначать и борьбу за жизнь, 10 духов, таланта, хорошо для профессии опять же, красный фонарь тоже хорош для профессии, она там не снималась в этом сериале про фонари, я не помню просто, болезнь, ну вот пожалуйста, еще и болезнь ко всему прочему, то есть да, вот рождение ребенка в таком такте удачи, ну как бы идея не из самых гениальных, как вы можете догадываться, так, и что в году этом 2007 было грабитель, богатство, ну дети часто появляются как грабители богатства, да, которых надо пожизненно содержать, вот, тут есть какое-нибудь у нас интересное взаимодействие, ну сталкивается правильная власть с грабителем богатства, да, ну и грабитель богатства это тот товарищ, который может не только имущество и деньги забирать, но и жизнь, как вы уже можете знать не первый раз, смотря видео на моем канале, так, все это дело на свинье, и у нас здесь складывается тригон дерева, деревянное наказание, ну, деревянное наказание для господина дня Бин, вроде бы как, не является демоном, забирающим жизнь, для Бин, это, по-моему, вода является демоном, забирающим жизнь, но у нее есть крыса в карте, если где-то есть там дракон и обезьяна, или бык и свинья, ну, тогда да, тогда еще и демон забирающий жизнь здесь объявился, но и деревянное наказание, штучка непростая, вообще, честно говоря, вот это распределение демонов, забирающих жизнь по господинам дня, я смотрю, ну, такое надуманное что-то, ну, опять же, да, вот теоретики любят что-то там напридумать, а не из практики выводить свои выводы, а вот придумать что-то, запустить мульку и посмотреть дальше, схавают, ученики не схавают их проблемы, работает, не работает, то какая разница, нафиг, главное, курсы продать, бабки заработать, а там дальше хоть трава не расти, у меня немножко другой подход, я смотрю, как это на практике, да, вообще, работа не работает, и я смотрю, что, ну, как бы, условно это распределение по господинам дня, я вот смотрю, что все вот эти слияния, сезоны, трехгоны могут работать, как эти демоны, забирающие жизнь, особенно, если очень много всяких этих тригонов, сезонов, слияний, о, мама дорогая, то есть, если вам теоретики говорят, что слияние, это круто, это замечательно, это супер, я вам скажу, нифига подобного, вот прям ни разу, а еще очень, почему говорю, что немножко надуманная вот эта вся тема, что вот для такого-то господина дня, вот такой вот тригон или сезон является демоном, забирающий жизнь, а для другого господина дня, вот другой, потому что, вот смотрите, у Заворотнюк та же самая фигня была, да, только в дате свадьбы, у нее уж тоже деревянная вот эта вот история совпадала, да, семья-семья, казалось бы, потому что все семейные собрались тут, кролики, козы, свиньи, они все семейные ребята, и казалось бы, вот слияние, семья образовалась, все супер, а оказывается, что это демон, забирающий жизнь для господина дня, Янская земля, а что с Янским огнем, думаете как-то по-другому? Дело в том, что у Янского огня и у Янской земли есть много общего, да, если вы посмотрите на фазы, то они у них одинаковые, ну то есть совпадают у Янского огня и у Янской земли, поэтому я думаю, что и вот это наказание деревяшек, вот этих вот милых домашних животных в виде кролика, козы и свиньи, для Янского огня будет то же самое, что и для Янской земли, демонам, забирающим жизнь. Так, ну ладно, что-то я как-то подувлеклась, да, давайте дальше смотреть, что у нас тут, грабитель богатства, у нас Инский огонь на свинье, а это же тоже такая комбинация, как и Янский огонь на крысе, короткое замыкание случается с женщиной. Так, и фазы призрак и зачать. Ну как бы фазы очень низкие, а призрак так вообще крайне негативная фаза. Так, и давайте посмотрим по звездам, что там, благородный человек, опа, опа, опача, а в карте уже есть один благородный, вот когда благородные начинают подтягиваться, собираться, 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 кучковаться, кучковаться, а тут еще и вознаграждение целых две штуки в карте встроены. Ой, что будет, что будет, ой, что будет, что будет, вот они на совещании уже собрались и камешки свои выкладывают. Так, что тут нарушила, эта девица. Сейчас мы ей будем выносить вердикт. И вердикт, как вы понимаете, да, не в ее пользу оказался. То есть нарушила, нарушила что-то. Ну, что нарушила, я вам уже объяснила. Не туда полезла, не ее это была задача, семейные ценности. Да. Демон уничтожения мы здесь дальше видим. Ну, все, благородные вынесли вердикт демон уничтожения. Казнить нельзя, помиловать. Шар разделения углом, так отделить от общества. Что-то как-то, изолировать ее надо от людей. Благородные дня, ну, можно сказать ни о чем. Звезда банкротства, так все забрать у нее. Все забрать. И болезнь. Наказать болезнью. Так, у нас здесь еще один замковый столб, Попадалова. То есть, что замуж она выходила, да, там был замковый столб в такте удачи. Что ребенка родила, тоже замковый столб. Ну, замковый столб, конечно, да, отпочкование показывает нам, да, я называю этот столб гермафродитом. Как бы, типа, родила от самого себя. Вот. Испочковала такого же человечка. Вот. Ну, что, вот, какой набор иероглифов в этом столбе у нас скрывается, в этом замке сидит. А все тот же Дзя на тигре. А Дзя, вот, кто не помнит, это у нас голова. То есть, что там голова, что здесь голова вышла. Значит, что-то вот демон уничтожил, да, вот это вот все по голове, по кумполу бить будет. Так, и вами не знаем часа ее рождения, и вот, собственно говоря, самих дат я не смотрела, потому что, ну, света у меня не было, я мингли не открывала. Я в интернет зайти не могла. А карты у меня уже были сфотографированы эти на планшете. Так вот, может быть, гены были где-то там. И это тоже было такое, вот знаете, предупреждение, последнее китайское, чик по горлу и в колодец, если дальше будешь так себя вести. Ну, да. Значит, так. Что у нас здесь дзя и тигр делают? Я смотрю. Ну, опять же, с ранением чиновника сливается этот самый дзя. Все это уходит в ранение чиновника, да, в землю. А тигр, опять же, с кроликами только разве что, усиливает дерево еще больше. Ну, и с свиньей там тоже сливается и тоже, по-моему, в дерево, если я не ошибаюсь. В общем, да, дерево пришло очень много. Но это, знаете, вот когда у вас маленький огонек, да еще и во влажном каком-нибудь помещении, очень влажном помещении, и вы в этот огонек набрасываете побольше углей и дров. И удивляетесь, а что, а что не горит-то? А что огонек погас-то? Ну, вот от того, что, от того, что слишком много поленьев и огонь погас. Поленья влажные. Не смог вот этот огонек потянуть ту задачу, которую перед собой поставил. И потух. Просто-напросто. Так, ну, ладненько, давайте посмотрим еще, что у нас тут по сентябрю месяцу, а то здесь, опять же, ранение чиновника, то есть рождение ребенка, и петух. Ну, надо было как-то это дело все отпраздновать, да? Но петух у нас что делает с кроликами и крысами? Страшную вещь, страшную вещь делает это сочетание, а еще и фаза смерти. Можно я не буду объяснять, тут все очень плохо, потому что это настолько жестокое наказание, девочки, мальчики. Не для всех, у меня есть хорошая для вас новость, не по всем это бьет вот так сильно, но многие в жизни чуть ли не через мясорубку проходят, когда к ним приходят вот эти трое. И все это связано с рождением ребенка, вы поняли, да? То есть для нее это настолько серьезное было испытание, с которым она просто не смогла справиться. Вот, знаете, когда человек взял на себя вес, который просто не смог поднять и надорвался и умер. Вот так вот. Давайте по звездам еще быстренько пройдемся. Здесь у нас благородные тайцы, еще один благородный человек, ну это судилище, да, однозначно. Цветок романтики, небесная радость, добротетель, удача, все это, конечно, замечательно, но ни о чем. Разрушитель, ну потому что у нас кролик в году стоит, это полнейшее разрушение вообще всей жизни. Звезда бедствий, то есть это несчастный случай, бог экспансии, ну и за жадности, и девичоу, слишком многого хотела, ну вот так. Ну и теперь дату смерти давайте глянем. Такт удачи все тот же, не буду повторяться, там все по красоте, в смысле и вечерняя заря, и кровавый клинок, и бойня, и болезнь, и почки сели, да, могила с золотой каретой, которая может на кладбище завести в виде катафалка. Год был дух удовольствия в 2008-м. Ну, дух удовольствия я в последнее время что-то очень часто начинаю замечать, но правда у мужей, которые остались вдовцами, а тут у самой девушки. Ну, у Жанны Фриске, по-моему, тоже был дух удовольствия, только в месяце, если я ничего не путаю. Это вот как испустить дух, да, вот слава богу, отмучилась. Так, ну и плюс это ребенок, конечно, дух удовольствия, ребенок на руках. Вот муж, ребенок, все хорошо, жизнь прекрасна, жизнь удалась. А вот оно как, оказывается, все хорошее рано или поздно заканчивается. Так, здесь у нас этот дух удовольствия вместе с правильной властью сливается в огонь, казалось бы, усиливает господина дня, но как бы не так. На крысе это все. Крыса еще одна появилась, а это пустота для данной карты. А в предыдущей дате там, по-моему, месяц был в пустоте, да, петух пустой. Так, фазы здесь зачатия очень низкие. И давайте смотреть, кто у нас здесь. Ну, вы поняли, да, вот этот год это про ребенка в основном. Это вот ребенок, 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 но в пустоте. благородный человек опять, ну, вы уже в курсе насчет благородных, когда они начинают собираться, это вот судилище, и приговор приводится в исполнение. Звезда счастья получатель, небесный управитель удачи, ну, вот с одной стороны вроде бы как подфартило, а с другой стороны, сами понимаете. Летящий нож это и про операции какие-то, и про удар в жизни, и про конфликты, и в отношениях проблемы, в общем, все плохо. Для работы было бы хорошо, а для всего остального это плохо. Небесный персик тоже для работы был бы неплох, для личной жизни, казалось бы, тоже вроде бы как, но, да. звезда генерала, ну, тут все то же самое, что и в столпе дня рождения, вы понимаете, да, потому что крыса. Красный Луань, праздник у ребят, у благородных, да, поминки в этот раз. Я смотрю, они так любят вот это вот собраться, устроить застолье. Кстати говоря, вот в азиатских культурах, когда похороны происходят, да, вот эти поминки, там ставят отдельный стол для жнецов смерти. То есть за этот стол никто не садится, но его накрывают по красоте, как говорится, дабы ублажить жнецов смерти, чтобы вот лучшее место обеспечить усопшему в мире ином. Так, наверное, правильно делают. Эти любят застолья, как я погляжу, красный Луань, благородные люди. Но это может и в нашем мире проявляться, как вот эти самые поминки, да, собрались благородные люди за столом и что-то отмечают. Да. Добродетель удачи, благородный самовыражение, интеллектуал, стратег. В общем, расчет, конечно, у нее был, по идее, правильный, но не туда. Так, девять чоу. В общем, эти звезды, можно сказать, нам здесь погоды особо не делают. И главное, что замковый стоп. Опача. Опача. А что в этом толпе у нас прячется? Либо один еще бин и лошадь, которая сталкивается со всеми этими крысами, разумеется. В общем, ничего хорошего. Либо здесь у нас иньский огонь, грабитель богатства, который может отнимать жизнь. На змее с кроликами. Змея с кроликами. В общем, вы поняли, все плохо. Что то плохо, что то плохо. Попадалова, однако. Да. Не выкрутись. Ну и давайте посмотрим декабрь месяц. Косая печать. Ну, косая печать, да. Ее ребенка она воспитывать не сможет. Ребенок будет приемным, им будут заниматься дальние родственники. Ну, там, бабушки, дедушки, например, да. Потому что папе, я так понимаю, некогда было маленьким ребенком заниматься на руках. Потому что работа, работа, да. Ну и вообще, в принципе, мужчинам нафига оно надо. И им эти дети постольку, поскольку мужчины, не напрягаемся и не доказываем мне сейчас обратного. Понятное дело, что есть исключения, я говорю в общих о 70% представителей прекрасного мужского пола. ни в оскорблении, ни в унижении, ни в осуждении, ни в коем случае. Это просто констатация факта. Я принимаю мужчин такими, какие они есть. Да, дети больше нужны женщин. Это как бы очевидный факт. Если бы это было как-то по-другому, то не было бы вот этих всех проблем с алиментами, с тем, что отцы ни разу не позвонили, не увиделись с ребенком после развода, никогда. Ну, то есть, такого бы не было, правда? Если бы дети были нужны мужчинам. Мужчинам дети есть и хорошо, нет, тоже нормально. За редким-редким исключить. Так, а вот женщинам, конечно, да, ляльки, пупсики. Вы видели, чтобы мальчики в пупсике, в колясочке игрались с детства? Нет? Не видели? Они почему-то с танчиками, да, с пистолетиками бегают. Ну, вам ничего не понятно, нет? До сих пор имеете розовые иллюзии по поводу радушных единорогов, да, вот это все. Ну, короче, ладно, не буду сейчас разводить эту тему, потому что чувствую, там у кого-нибудь в комментариях начнет подгорать. Опустим. Ну, мои клиенты в курсе, как оно все устроено в этой жизни. Так, ладненько. Что у нас в этом столпе? Голова, да, взял, косая печать, с головой проблемка, да, и крыса, ребенок. Все. Зачатие купания, ну, купание, здесь вы поняли, да, какое уже будет купание, омывание омывание тела. И, опять же, благородный человек, еще один, то есть трое собрались, соображают на троих, стол накрыт, красный лайн, да, все, все, чики-пуки. Весы стоят, камешки разложены, вердикт вынесен. Демон уничтожения пошел работать с летящим ножом, кровавым клинком, тут все понятно. небесный персик, там цветок персика, благородный лунный добродетели, красный луань, еще один стол накрыт, в общем, все по красоте, все как у всех, то бишь смерть. Вот такая вот у нас получается здесь картина. И смотрите, когда тут все в пустоте, у нас крысы вот эти, и все эти три крысы набрасываются на кроликов. То кролики били крыс, теперь крысы взяли реванш. отыгрались. То есть сначала девушка у судьбы что-то решила повзаимствовать, так скажем, то, что ей не было положено. А потом судьба на ней отыгралась. Что, дескать, сначала было, что там, 1-0 в ее пользу, а теперь 3-2 в нашу, да, в пользу судьбы, в пользу благородных людей, если хотите. Жнецов смерти. Ну вот, такая печальная история, друзья мои. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть эту карту, посмотреть, как вот судьба, да, разыгрывает свои фишки. Это очень, очень интересно. Настолько захватывающе, я вам передать не могу, потому что это похоже на какой-то сериал, очень-очень увлекательный. И вот такие сценарии тут разворачиваются в каждой судьбе, что просто челюсть иной раз на пол отпадает от удивления и такого даже, может быть, восхищения тем, как это все устроено, как это все прописано, как это все работает. Мама дорогая. В общем, ладно, я надеюсь, что вы тоже в таком же прифигении, как и я, от Бадзи и вообще от судьбы, какая она вообще у нас, да, интересная штука. В общем, и буду я, наверное, закругляться, а то я, как всегда, вот в конце начинаю бла-бла-бла и бла-бла-бла, не пойми о чем. Давайте на сегодня до свиданья, каца, встретимся, я надеюсь, в следующем видеосюжете, посмотрим еще муженька Константина Хабенского. Что там у него в карте? Может, тоже что-то интересное обнаружим. Субтитры сделал DimaTorzok